шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе торы балак давайте вспомним как коротко содержание нашей главы когда народ вышедший из пустыни приблизился к стране муав ее царь балак обратился за помощью к известному колдуну билан чтобы тот проклял наш народ всевышний явился белому в ночном видении и запретил ему произносить проклятие но билан после некоторых колебаний все же отправился к балаку ангел посланный богом огненным мечом преградил дорогу белому его ослиц белом не видит ангела не понимает вынужденных маневров ослицы и бьет ее за упрямство и тогда открыл всевышний уста ослиц белом прибывает наконец-то балаку и царь маава проводит тщательную подготовку к ритуалу чтобы проклясть еврейский народ в надежде что гость одними словами уничтожит ненавистный ему народ однако результат получается противоположно трижды белом питается извлечь проклятие но три раза его уста произносит лишь благословление разочарованный балак отсылает белама в освоясь тем временем начал народ израиля распутничать женщинами царства мавитянского и снисошел мор на народ а когда один из народа открыто вел одну из женщин свой дом пенхаз сына лазара сына арона куэна схватил копье и убил их обоих повальная эпидемия сразу прекращается но от нее уже погибло 24 тысячи человек с тех пор дорогие друзья было задано много вопросов о истории балака и белом и о проклятиях которые превратились благословление было ли белом истинным человеком бога пророком или он был мошенником магом колдуном практицирующим темное искусство было ли он действительно как говорили некоторые мудрецы равным маши рабы давайте попробуем ответить на эти вопрос начнем мы с вами с того что вторе приводится лишь одно пророчество которое было произнесено не сами маши это пророчество белома таким образом понятны слова мудрецов в бамидбара раба 1434 по поводу стиха и не было более пророка в израиле подобного маши дворим 3410 в израиле не было а среди других народов был кто же это белом если задуматься на сказано мы поймем всю важность слов мудрецов ведь они сравнили белома сами маши рабы а маши это не просто великий человек не просто мудрец и не просто предводитель народа он занимает совершенно особое место устами кустам говорю я с ним и явно не образом мамид бар 12 8 он стоит на такой высокой ступени что говорит непосредственно с творцом от него ничто не скрыт поэтому если оказывается что еще кто-то находится на таком же уровне это из ряда вон выходящее явление пророчество белома важно и по своему содержанию в нем открывается великая эпоха нашего народа и здесь вкратце описана вся его история белом заглядывает вперед не на день и не на столетие он видит грядущее вплоть до конца дней не маши а белом произнес знаменитые слова встанет звезда от якова бамид бар 417 надо отметить что белом не просто наделенный особыми душевными способностями человек он провидец или ясновидец как другие но те другие могут так сказать для этого делать что им не нужно пророческого дара но белом это подлинный пророк он находится в живой связи с творцом как хороши твои шатры яков и твои жилища израиль эти знаменитые слова принадлежит не белому они принадлежат творцу самое красноречивое выражение его любви к этому маленькому ничем не примечательному народу белом языческий пророк является только самым маловероятным средством получения божественных благословлений но таков его выбор выбор творца он выбрал белома который ненавидел наш народ и был посланником его всевышнего любви маша прямо говорит господь бог ваш не послушал белома а превратил проклятием благословления для вас потому что всевышний бог ваш любит вас вот о чем эта история не балаки и не а белами не мави эта история любви творца к нашему народу рамбам объясняет что все действия всевышнего являются для нас моральным посланием я верю что всевышний учит нас тому что любовь может превратить проклятие благословление любовь исцеляет раны мира погрузившись в себя путем до долгих размышлений прийти к вере в творца осел на иврите это хамор из тех же букв состоит слово хомер что в переводе на русский язык означает материи белом же оседлалось лицу что в переводе на иврите атон кстати это имя одного из языческих богов эти же буквы алиф тавав составляют корень слове тава аппетит сладострасти это сладострасти и удовлетворение эгоистических желаний были главной движущей силой белама авраам же наш праздник оседлал обуздал свое материальное начало починив его высшей воле высшему разуму творцу как же мне прийти тоже к творцу и обуздать свою материю спросите вы меня возможно нам поможет ответить на этот нелегкий вопрос притча от рабе якова кранца известного под именем дуб дубнинский магит и так была однажды очень нервная вспыльчивая женщина чуть что она проклинала всех даже своих детей решила она обратиться к праведнику праведник ей посоветовал всякий раз когда захочешь изречь проклятие произнеси благословление хочешь сказать чтоб ты умер не дай бог скажи чтоб ты долго жил она стала поступать по совету праведник но как ей было тяжело мы себе не можем представить с каким трудом произносила она свои благословления если мы знаем наши слабые и сильные стороны дорогие друзья то можем ими правильно управлять и подниматься по лестнице нашего успеха поставлены нами цель этого и нам всем и желаю браха бац лоха будьте здоровы шаббат со шалом много сил ваш раввин капла но да а и и и Субтитры создавал DimaTorzok